И так, коллеги, обзор законодательных стеснений из законодательства по административному суду производства пациентам хорошо знакомый, чуть-чуть, я буду ждать. Здравствуйте, уважаемые адвокаты. Мы уже, наверное, в третий встречаемся, поэтому я вам в отношении норм кодекса административного судопроизводства ничего зачитывать не буду. Наверное, для вас это не очень интересно. Если у вас какие-то вопросы по поводу применения судами этих норм возникнут, вы их традиционно в своих записках потом напишите. Лекции будут складываться следующим образом. Я сначала вам о разной практике, более-менее интересные дела, которые случились за это время, с тех пор, как мы с вами в последний раз виделись. А затем остановлюсь поподробнее на перепланировках жилых помещений, нежилых помещений, в том числе и на тех, на мой взгляд, по крайней мере, ошибках, которые вы участвуете в этих делах, совершаете с упорством, и потом ждете какого-то результата, потом, наверное, обижаетесь, потому что результат не тот. Вот. Ну, давайте тогда приступим. В общем, сначала перейдем к разному. Ну, вот в отношении, единственное, что тех новшеств, которые буквально в марте случились, по поводу доверенности, которую вы представляете, если мы раньше требовали, там была такая специальная оговорка в честь 2 ст. 56 Кодекса административного судопроизводства о том, что помимо того, что там должно быть право оговоря на подписание, на подачу административного искового заявления, на обжалование действий, решение суда, в общем, все то, что обычно пишется в заверенностях, еще должно было быть право на осуществление этих действий самостоятельно или с согласием представляемого лица. И суды вам часто эти иски возвращали, если такой оговорки не было, и мы это, что называется, оставляли без изменений, за исключением, пожалуй, тех случаев, когда уже суд допускал первой инстанции к участию у вас в деле, а потом возвращал ваши апелляционные жалобы, ссылаясь на то, что нет такой специальной оговорки в доверенности, и мы это отменяли. И тут, значит, новшество в чем заключается, в том, что мы теперь эту оговорку применять не будем, поскольку там Верховный суд высказался, что непонятно, для чего это, для какой ситуации она написана, поэтому если вам суд первой инстанции вернет, ссылаясь на это, на ваш административный иск, то вы можете его обжаловать, мы это отменим. Специально мы суды по этому поводу не собирали, каких-то лекций еще пока им не учитали, поэтому вполне возможно, что на них будут традиционно, тем более, в предотпускной период, оставлять эти или бездвижения, или возвращать. Поэтому вот имейте это в виду. Какого постановления? Я вам говорю про часть 2, статьи 56 Кодекса административного судопроизводства. Какого-то постановления Верховного суда не было. Там были отдельные определения в отношении полномочий представителя, но мы на них не ссылаемся, мы просто говорим, что вот, скажем, с этого месяца мы эти оговорки применять не будем и пользоваться ей не будем. Понятно, да? Так, теперь пойдем к практике. Вот по поводу тех дел, которые у нас большую нишу занимает, это постановка и снятие с учета ЛИС, желающий получить жилые помещения за счет, будем так говорить, казны Санкт-Петербурга, неважно, на каком лице. Хотелось бы указать, потому что напомнить, что поскольку даже при рассмотрении конкретных дел встречаются, я сейчас на них сошлюсь, случаи, когда даже и суд по первой инстанции почему-то вот допускает ошибки и путает вот эти вот виды учетов, на которых состоят граждане и по которым пытаются получать жилые помещения. В Санкт-Петербурге вообще существует три вида учета жилищных. Это первый, ну, тот, к которому мы все, наверное, привыкли, который у нас еще с советских времен остался, очередь, начиная с 1981 года, по-моему, сейчас стоят, поставленного на учет. Это учет желающих получить, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляя их по договору социального найма. Это закон номер 407-65 Санкт-Петербурга. Второй вид учета, про который почему-то не все путают, вернее, не все знают и путают вот с тем, что я сейчас сказал, это предоставление жилых помещений жилищного фонда социального использования. Это отдельный закон, не надо его путать, вот, 407-65, это закон номер 475-92. Сейчас дальше я объясню, почему там важно это помнить. Ну и плюс третий вид учета, это закон о содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, это номер 409-61, это когда предоставляется субсидии на приобретение строительства жилья, либо предоставление возможности выкупа приобретения жилой площади целевым назначением. Вот, в частности, когда предоставляется возможность выкупить предоставленное жилье по договору коммерческого найма. это вот три вот этих вида учета. Значит, в чем там, скажем так, трудности, наверное, применения. Вот недалеко, как рассматривали в конце 2018 года дело, значит, состояла семья на учете, вернее, попросилась семья на учет, обратилась в один из районных судов Санкт-Петербурга с административным иском, который оспаривали законность распоряжения администрации района, о снятии ее с учета нуждающихся в жилой площади предоставляемых под договором социального найма. То есть раньше состояли на учете, затем им была предоставлена квартира из жилищного фонда социального использования. Ну и администрация затем, посчитав, что, наверное, вы знаете, что по договору социального найма, по договору социального найма жилищного использования, там уже жилье предоставляется на срок. То есть он не бессрочный, этот договор, каждый раз продлевается. Но вот администрация, учтя и площадь, та, которая была у административных исков, и плюс вот это вот предоставленное жилое помещение по договору социального найма, она их сняла с учета, указывая на то, что они обеспечены сверх больше нормы предоставления, нормы предоставления общей площади жилых помещений, которые установлены в Санкт-Петербурге. Вот они это оспаривали. Суд районный удовлетворил их иск. Да, мне было отказано, они обжаловали, уже к нам пришли с жалобой на, соответственно, вот это вот решение суда. Это решение мы оставили без изменения. Указали, что вот в соответствии с 51-й жилищным кодексом Российской Федерации при наличии у гражданина и членов его семьи нескольких жилых помещений, причем там, заметьте, там как раз вот прямо в этой статье написано, занимаемых по договорам социального найма, через запятую там идет перечисление, и договорам найма жилых помещений Жилищного фонда социального использования. То есть, по сути дела, здесь законодатель приравнял, что у вас два жилых помещения по договору социального найма, что по договору социального использования, независимо от того, что второй заключается на срок. То есть, в данном случае, норма прямо предписывает учитывать площадь жилого помещения, предоставляемого гражданину из Жилищного фонда социального использования при исчислении общей площади обеспеченности каждого члена семьи. Кроме того, в законе, если вы откроете его закон Санкт-Петербурга 475-92, это жилых помещений Жилищного фонда социального использования, там прямо в статье 1, пункт 2 написано, что гражданин, кто принимается на учет, не признан и не имеет оснований, признан малоимущим в установленном законом 475 порядки, это предоставление жилых помещений по договору социального найма. То есть, если там один из критериев принятия на учет и предоставление жилого помещения по договору социального найма является как раз малоимущность гражданина, потому что он не может себя обеспечить, который исчисляется в соответствии с установленными правилами, то здесь-то как раз этот закон, говорит, что принимается на учет и тот, обеспечивается договором из Жилищного фонда социального использования, который таким признан быть не может. Поэтому при наличии вот таких вот обстоятельств гражданин снимается с этого вида учета, и здесь с этим уже спорить бесполезно. Ну и плюс само по себе предоставление такого жилого помещения, оно гражданину является основанием самостоятельно для снятия его как раз с этого вида учета, на котором он состоял по предоставлению жилого помещения из фонда социального использования. Понятно, да? Здесь еще нужно отличать, как обращаются, тоже есть довольно немало исков о том, что когда предоставили жилое помещение коммерческого использования, может быть, возможно, к вам эти граждане тоже обращаются, а потом их снимают с учета, на котором они стояли по договорам социального найма. Здесь, казалось бы, да, вообще несправедливость, потому что коммерческий найм там вообще заключается на 5 лет, и предоставить такой выкуп или не предоставит администрации, возможности его выкупа никто не гарантирует. Есть такие у нас дела, сейчас я вам найду. Было такое дело у нас, обратилась, обращалась тоже семья с обжалованием, то, что их сняли с учета, они, правда, по договору социального найма на учете не состояли, но их сняли с учета на улучшение жилищных условий, на содействие Санкт-Петербурга, улучшение жилищных условий, предоставив по договору коммерческого найма жилое помещение в дополнение к тому, что они занимали в коммунальной квартире. И форта состоял в том, что до 1 июля 2011 года, пункт 1 статьи 2 закона Санкт-Петербурга о содействии и улучшении жилищных условий, он в качестве одной из форм такого содействия действительно предусматривал такой, скажем, способ улучшения жилищных условий, как предоставление по договорам найма жилых помещений, коммерческого использования, находящегося в собственной Санкт-Петербурге. А также предусматривал, это самостоятельная такая формула, и предоставление возможности приобретения жилых помещений жилищного фонда. То есть есть разница, когда вам собственность предоставляют выкупить, и вы становитесь собственником, и когда вам просто предоставляют по договору коммерческого найма жилое помещение. А во их как раз у них потом, значит, с 2011 года было внесено изменение законом Санкт-Петербурга, 14 июня 2011 года в этот закон о содействии. И там вот эта вот форма, такая содействия, как предоставление по договорам найма жилищного фонда была исключена. То есть осталась только форма содействия, которая позволяет приобрести жилое помещение в собственность. Когда снимали и разрешали это дело, получилось так, что вроде бы оставлять надо, но там такая, скажем так, особенность была, и в принципе она через все решения администрации проходит. У них не просто так им предоставляет возможность заключить договор, а от них требует заявление о снятии с учета. И потом и пишут в решении о том, что вы сняты с учета, поскольку вам предоставлено, первое, вам предоставлено жилое помещение, а второе, вы написали заявление. Ну вот суд у нас удовлетворил, районный суд удовлетворил этот отыск, мы это решение отменили, указали, что вот... Хоть и выносит временный срочный характер вот такое улучшение жилищных условий, но тем не менее суд, в общем-то, прав, да, указав, что до момента предоставления гражданину возможности выкупа жилого помещения коммерческого использования, сама по себе эта передача ему во временное пользование жилого помещения, не может расцениваться в качестве основания для снятия его с учета, вот указанного в пункте 4 части 1 статьи 56 жилищного кодекса. Но тем не менее суд не принял во внимание как раз вот это вот заявление о снятии с учета. Вот обратите внимание, если жилищный кодекс РСФСР, который действовал до 1 марта 2005 года, такого, скажем, основания для снятия с учета как личное заявление гражданина не предусматривал, то жилищный кодекс РФ такое основание содержит, причем в качестве самостоятельного написал гражданин, не хочу больше состоять на учете. И, пожалуйста, его могут снять независимо от того, обеспечен он это помещение или не обеспечен. Поэтому здесь вот, по этому основанию мы отменили. Но, скажем так, в отличие от договора социального, вот используем социального, как бы фонда социального использования, здесь, конечно, гражданин с большим, худшим положением. Поэтому суд можно посоветовать тем клиентам, которые вам обращают, но не писать таких заявлений. И если уж они поставлены на учет, конечно, мы принимаем сейчас решение и восстанавливаем на учете по договору социального найма, если их снимают при помощи такого и на улучшение жилищных условий на этом учете. Но вот тут такое, что называется, слабое звено. Если, когда я уже сказал, что если он был поставлен на учет до 1 марта 2005 года, тут, в принципе, есть что написать, потому что, как я уже сказал, они могут быть сняты по тем основаниям, если отпали те основания, которые были при постановке их на учет. И там можно выписать, почему восстанавливаем. То есть здесь вот, поскольку здесь самостоятельное основание администрации на это ссылается и говорит, мы таким образом, скажем, эту очередь в городскую разгружаем, здесь уже трудно, скажем так, с этим спорить, потому что, как я еще раз повторюсь, в статье 56-й там прямо указано это в качестве самостоятельного основания. Скажите, Юрий Ильич, это отказ бесповоротный, отказался и все? Да, это не, когда вы кредит берете и вам, что называется, потом период охлаждения, тут такого нету здесь. То есть я написал, отказался и все, да. Не, ну я не знаю, можно написать какие-то тяжелые жизненные ситуации, которые, ну, мне трудно их выдумать, но, наверное, если они есть, не знаю, ну, можно про это написать, но это оценивано, будет оцениваться судом. Ну, по крайней мере, там ведь ничего не происходит. То есть у гражданина остается то жилье, которое у него было, ему предоставляют еще в пользование, вполне комфортабельно, это вот обычно это там вот в новостройках жилье новое по договору коммерческого найма. Он пишет заявление, я понимаю, что это заявление, ему говорят так, либо заключаешь перед этим вот состав этих документов, которые подаются, уже входит это заявление о снятии с очереди, поэтому, конечно, тут, наверное, ему деваться некуда. Ну вот прямо на это еще не указывали, что вот прям заставляют, или вот вынуждены были такого, таких у нас, по крайней мере, дел на рассмотрение не было, но вот я вам просто говорю про то, что сейчас эту очередь пытается вот таким образом разгружать, в том числе, когда тех очередников, которые состоят по закону о содействии Санкт-Петербурга, там вот, еще раз повторюсь, если предоставляется жилье из фонда социального использования, это однозначно снятие с учета и тех, которые хоть когда они там стояли, хоть со времен царя Гороха, там, с 89-го года по договору, предоставляем по договорам социального найма, и с этой очереди тоже, соответственно, вот, а по поводу предоставления жилой площади коммерческого использования, восстанавливаем на очереди по договорам социального найма, поскольку это все-таки носит временный характер, а содействие снимаем в зависимости от того вот, когда состоял человек на учете до 1 марта 2005 года или после полупрения, это имеет большой значение. Номер дела, ну, пожалуйста, да, это номер дела, наш номер регистрационный 33А-4568 за 2019 год, ну, дробь 2019. Это то, что касательно очереди о содействии Санкт-Петербурга в предоставлении жилых помещений и предоставлении по договору коммерческого найма. А то, что по договору было социального использования, если вам это интересно, из фонда социального использования, это номер 33А-14300-2018. Это от 5-го сентября 2018 года. Так, ну, теперь по поводу отмен верховного суда, у нас тут уже в конце 21-го декабря 2018 года, если, запишите сразу номер 78-КГ-18-63. Еще, еще раз, да, хорошо, хорошо, сейчас проливаю. Значит, от 21-го декабря, 12-й месяц от нового года, 2018 года, номер 78-Константин Геннадий, 18-63. Это касационное определение верховного суда, административные коллеги. Ну, тоже достаточно такое интересное, потому что я не буду вас загружать там фабулы, и подробно там, чтобы сэкономить время, что там, как происходило, скажу так, что такое у нас очень часто происходит. Значит, супруг, скажем так, с несовершеннолетними детьми зарегистрирован в одном жилом помещении, исходя из общей площади, которого они могут быть признаны нуждающими, вернее, не могут быть признаны нуждающими, ну, не хватает, скажем, 9,50 получается у них на каждого человека, а у нас норма меньше 9-ти, когда, да, тогда ставят на учет. А супруга зарегистрирована, там, скажем так, в трехкомнатной квартире вместе с мамой. Вот они союз создают, регистрируют брак, а потом супруга селяется, регистрируется на площадь мужа, у них уже получается меньше 9 метров, вот они в таком составе просятся поставить их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма. Администрация отказывает, ссылаясь на 53-ю жилищного кодекса и говорит, что вы намеренно ухудшили свои жилищные условия, поэтому, пожалуйста, через 5 лет к нам на вас поставим. Вот они этот отказ тут обжалуют. И мы, у нас было раньше таких очень много дел, мы соглашались с администрацией, говорили, да, действительно, никто там не препятствовал вам жить вместе, а регистрироваться, вы зарегистрировались как раз для того, чтобы уменьшить эту вот жилищную свою обеспеченность. Вот в этот раз точно так же случилось, вот Верховный суд отменил и наше определение апелляционное и написал нам о том, что по смыслу законоположений, именно закона Санкт-Петербурга 475 о порядке ведения учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма норм жилищного кодекса, это как раз этой статьи 53-й, не допускается постановка раньше 5 лет, которой граждане совершали умышленные действия по ухудшению жилищного хрустовия с целью признания их уполномоченными органами, нуждающимися, да, и вот к этому случаю вселение, суд Верховный посчитал, супруга на жилую дочь, и другому супругу, пусть даже если это уменьшает их норматив жилищной обеспеченности, ну, в данном случае сослался суд Верховный на семейный кодекс о том, что это право семьи жить вместе, и поскольку в данном случае девушка вправе была выбрать медленном свое проживание, квартиру, в которой проживает и зарегистрированный ее супруг, и дети, то вселение в так вот это вселение нельзя рассматривать, неправильно рассматривать в качестве ухудшения жилищных условий. Ну, вот по этому поводу, что можно сказать, да, мы, конечно, свою практику скорректировали, но, понимаете, там есть еще такие дела, когда, не знаю, пока больше таких дел не было, но было до этого, когда вот они идут, сначала просятся на учет, подают заявление, документы, их рассматривают, это когда они еще отдельно проживают, каждый в своем жилом помещении зарегистрированном, им говорят, нет, вот площади не хватает, поэтому мы вам отказываем. И вот после этого сразу, ну, то есть это по документам все видно, супруга говорит, сейчас мы это дело поправим. Специально регистрируются, причем администрация потом говорит, что у нее дети там продолжают входить, то есть они продолжают проживать не в том жилом помещении, в котором зарегистрировались, да, а в большей площади. И это явно, скажем, доказано. Ну, вот, иногда они справки предоставляют, из школы, что дети-то проживают, и вообще семья проживает в другом районе. Ну, скажем, та площадь, где они, скажем так, имеют жилищную обеспеченность, уровень жилищной обеспеченности, позволяющий им стать на учет, он находится в Красногвардейском районе, а проживают они в Невском районе. Это видно из других документов. Вот как быть в таких случаях, потому что здесь уже явная, скажем так, регистрация с целью поставить, встать на учет и преодолеть вот эту планку в 9 метров норматива. Поэтому здесь вот в таких случаях, когда есть другие в учетном деле документы, в тех документах, которые они подают для того, чтобы поставить на учет, мы пока еще к общему дневнинотелю не пришли, поступит конкретное дело, будем решать. Но еще раз говорю, что здесь надо, наверное, все-таки смотреть, потому по тем основаниям, если есть нарушение статьи 53-ти жилищного кодекса и линейки. Так, ну вот, я хоть и говорил, что кодексу там административного производства не будем возвращаться, но вот я просто здесь свежее буквально кассационное определение Верховного суда, запишите себе, пожалуйста, от 27 февраля вот этого 2019 года номер 20-Константин Геннадий это буквы 18-39 Вам в практике это поможет? Значит, там суд, дело какая у нас это тоже сплошь и рядом случается, причем в достаточно большом количестве обращается, обратился гражданин в суд о признании незаконным отказом в предоставлении оригиналах медицинских документов это к медицинскому учреждению там, республиканский центр инфекционной болезни и просил в качестве меры по восстановлению нарушенного права возложить обязанность предоставить ему оригиналы медицинский карт для ознакомления и снятия с них копий. Но суд причем иск был подан по месту в качестве ответчика по месту нахождения вот этого самого медицинского учреждения. Суд посмотрел и говорит нет, это не кодекс административного судопроизводства в данном случае администрация больницы она публично властными полномочиями не наделена в отношении этого гражданина просто оказываются услуги медицинского характера оказывается то, что ему там отказали это пожалуйста в порядке гражданского судопроизводства требуйте предоставить эти медицинские документы. Ну вот верховный и все это естественно оставлено было в силе вышестоящими судами пока дело не дошло до верховного суда суд вот я почему вам обратите внимание он согласился с выводами судов нежестоящих о том, что да, действительно это вид судопроизводства это гражданское судопроизводство но поскольку истоподом в тот же самый суд который должен был бы смотреть гражданский ист отказ в принятии он неправомерен именно по вот этому основанию что раз вы определили вид судопроизводства то в соответствии с постановлением конкурсионного суда Российской Федерации от 11 ноября 2014 года номер 28-п там чтобы целью судопроизводства должно превращать неоправданные задержки в просмотрении дела и отвечать требования профессиональной эффективности экономии в использовании средств судебной защиты то такой иск несмотря на то что он там назывался административный и содержал все атрибуты административного иска вы должны были принять по или рассмотреть вопрос скажем так о его принятии в порядке гражданского судопроизводства и рассмотреть понятно то есть отказ в данном случае неправомеренный здесь у нас тоже такое очень часто случается когда суды смотрят нет это ни в коем случае не кодекс административного судопроизводства например там оспаривают очень часто путают там оспаривают решение района администрации мы уже с вами как-то на прошлом лекции говорили по 59 статей жилищного кодекса когда отказ предоставления освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире что же решение администрации оспаривается и вот говорят что нет это не наше вот видите там еще раз испределите к нам же только уже напишите его не административно а так как обычно в порядке гражданского судопроизводства поэтому резюме такое что отказывать в принятии можно только если при скажем так вот при правильном этом определении вида судопроизводства рассмотрение дела оказывается неподсудное так так скажите вот так слышно но номер записали вы да так ну давайте значит номер касационного определения 27 февраля 2019 года номер мне так неудобно в плане того что читать на микрофоне ну вот так так слышно номер 20 тире константин геннадий это буквы 18 тире 39 самостоятельно его прочтете там все ясно написано то есть смысл сказанного что если вы обращаетесь с иском и суд вам пишет в определении об отказе в принятии что это не кодекс административного судопроизводства и эти этот спор не может быть рассмотрен в порядке административного судопроизводства то если ответчик территория подсудности совпадает он должен его рассмотреть вопрос не возвращая вам его в крайнем случае может оставить без движения если сочтет что по гражданскому профессиональному кодексу какие-то положения требования предъявляемые к искам вами не выполнены но не возвращать вам его и не отказывать в принятии понятно да то есть возвратить и отказать в принятии можно в этом случае только тогда когда меняется подсудность спора ну скажем вы используя норму кодекса административного судопроизводства обратились по месту жительства кодекс кодекс ГБК Российской Федерации предполагает по данным видам спорта обращение либо какую-то исключительную подсудность либо подсудность по месту нахождения ответчика а он на территории этого суда не находится вот тогда вам суд может отказать в принятии и вернуть указав что в данном случае нельзя его рассматривать в этом суде а в том виде судопроизводства в котором вы заявили его тоже нельзя рассматривать или меняется подведомственность например что этот спор подсуден окажется арбитражного суда тоже то что до этого я говорил по поводу учета вам все было слышно пока что вы тогда не говорили возвращаться не будем а кто еще не слышал я смотрю все остальные не слышали что спасибо не будем ну хорошо 28b это ссылка в этом постановлении по которой я вам говорил касационном определении это постановление касационного суда они там ссылались верховный суд на постановление касационного суда от 11 ноября до 10 года номер 28b отдельно это постановление так по поводу судебных расходов которые там по этим делам весьма немаленькие когда заказываются экспертизы по поводу квартир там они еще ну тоже порядка 50 тысяч стоят а уже когда там идет если вы представляете интересы каких-то компаний которые оспаривают занимаемые большие помещения или земельные участки там стоимость экспертизы весьма весьма значительная так вот напишите себе тоже номер почитайте касационное определение верховного суда от 17 октября 2018 года номер 19 тоже константин Геннадий 18 тире 23 номер повторить код от 17 октября 10 месяц 2018 года там отменяли решение Ставропольского краевого суда но если у нас такие тоже вопросы возникают и очень часто и апелляционное определение судебной коллегии в части изыскания судебных расходов на проведение вот как раз такой вот экспертизы потому что еще раз подчеркиваю что расходы это значительные вопрос о том как их распределять они весьма поскольку нигде не разъяснялись эти дела относительно новые вопросов тоже возникает в общем посмотрите какая ситуация была вкратце чтобы не занимать по итогам кадастровой оценки стоимость земельного участка была оценена в 25 миллионов идет предприниматель собственник этого вернее общества которое занимает собственность которого находится земельный участок оценивает коммерческую структуру индивидуальным предпринимателям оценивает этот земельный участок в 9 миллионов в 9 миллион в 9 миллион подтверждается это стоимость положительным экспертом заключением саморегулирующей организации оценщиков там такая есть ассоциация межрегиональный союз оценщиков и все это подается в суд и говорит установить вместо 25 миллионов 9 миллионов подтверждается связан сами понимаете с чем это с налогообложением сумма большая у нас когда оценивались участки занимаем нефтезаправками там сумма вообще за предел поэтому что в итоге была значит одна экспертиза назначена которая стоила денег и признала что стоимость такого земельного участка составляет и не 25 миллионов но и не 9 написали что стоит 15 миллионов 761 тысяч потом проводили еще экспертизу тоже деньги заплатили написали немножко больше даже 15 167 тысяч и вот установив такую стоимость потом получили заявление о распределении судебных расходов кто должен платить все удовольствие значит что делал суд первой инстанции взыскал эти судебные расходы за проведение только повторной экспертизы в пользу экспертного учреждения с той организации у них там есть у нас управление Росрегистром комиссия оценивает да а у них там министерство имущественных отношений Ставропольского края так вот суд отменяя Дерховный суд это решение в этой части указал что комитет управления муниципальным имуществом города не утверждал вот эти результаты определения воспалимой стоимости и согласно положению комитете не относится к этим органам осуществляющиеся функции по государственной кадастровой оценке и не является не мог являться административным ответчиком ну и в данном случае от меня я написал еще вот этот абзац почему я это определение вам сюда принес и обращаю ваше внимание по поводу размера сходов порядка распределения с кого все-таки взыскивать в каких случаях там написано следует учесть правовую позицию консульционного суда по вопросу распределения времени нанесения судебных расстотов в соответствии с которым существенно значительное превышение кадастровой стоимости ранее определенной в качестве массовой оценки установленной судом в размере его рыночной стоимости не может свидетельствовать о повлевшем нарушении права самостоятельно соответствующего лица ошибки допущенной при формировании методики определения кадастровой стоимости так вот у нас принято в данном случае практика пока вот идет вырабатывается что если кто будет платить если установленная стоимость жилого помещения или там нежилого помещения земельного участка в результате судебных разбирательств будет в два раза меньше более чем в два раза меньше вот этой установленной комиссии да которая потом отказалась вам исправить эту кадастровую стоимость когда вы принесли соответствующее заключение и что вынудило вас обращаться в суд на 50 процентов то есть в данном случае если так цифра был первоначально 25 миллионов замедленный участок а вы добились для того что будет стоить меньше 12 миллионов 500 тысяч вот тогда вот эти судебные расходы вам возместят если нет то тогда к сожалению все что вы добьетесь это изменено это тоже немало платить 25 миллионов 12 с половиной или там 15 но тем не менее по поводу судебных расходах это вот вот это значительность мы понимаем Верховный суд вроде как бы тоже так вот из тех у нас лиц которые по первой инстанции эти дела рассматривали Верховный суд на практику они сказали что примерно вот так чтобы это уже было соответственно этому плитению когда явно комиссия установила не ту кадастровую стоимость которая соответствует для действительно рыночной это более 50 процентов ну естественно какие же еще кадастровая стоимость как определяется по первой инстанции оспаривание кадастровая стоимость причем там же есть разные предметы я говорю в принципе определение материального иска одновременно с административным что-то нет у вас когда например какое-то нарушение административное оспоривается и при этом заявляется требование о взыскании убытков связанных с этим нарушением убытки у вас взыскиваются в соответствии если вы имеете ввиду убытки взыскивать сказанные по 1069 или по 1070 статье гражданского кодекса естественно это гражданская лица производства а почему здесь убытки здесь убытки здесь же судебные расходы имеются ввиду вы же судебные расходы заказываете экспертизу говорите нет кадастровая стоимость совсем другая может быть прямое действие администрации или там каких-то административных органов которые наносят ущерб гражданину слушайте ну при чем здесь я могу конкретно рассматривать при определении кадастровой стоимости когда вы оспариваете тот результат кадастровая цен ну конечно есть зададите если вас какой-то конкретный спор интересует пожалуйста напишите записку я постараюсь на него ответить здесь сейчас речь не о ущербе гражданину причиненными действиями администрации или иными какими-то органами обладающими публичными полномочиями административными а речь шла о судебных расходах это не большая разница кадастровая достойность прямо как она рассматривается в административе так ну по поводу формирования семейных участков под многоквартирными домами наверное знаете да что может обратиться любой собственник помещения многоквартирном доме в органы государственной власти мы не можем быть в этом отказом есть определение вот тоже свежее не свежее 1 ноября 2018 года я вам не буду даже на нем останавливаться если кому-то интересно сами посчитайте от 1 ноября 2018 года определение верховного государственного федерации номер запишите 71 кг Константин Геннадий 18 кг 8 есть у нас по поводу изменения участков значит по поводу изменения участков когда просят оспариваться действия федеральной кадастровой палаты управления Росрегистра поднесения сведений единого государственного действия недвижимости и суды у нас по разному делу и скажем так сначала принимает а потом прекращает придется подъем ссылая на то что там якобы имеется спор между скажем так совместный владельцами земельных участков которые границы которых сопряжены в земельном участке собственником которого является гражданин обращающийся в суд здесь у нас принято производство один из судов в районах рассматривал дело гражданин обратился с административным риском федеральной кадастровой палате управления Росрегистра по Санкт-Петербургу об оспаривании того что кадастровая палата не надлежащие исполнение подготовительных работ при бежевании земельного участка говорил о том что не были набраны запросы относительно наличия правоустанавливающих документов на земельный участок которого впоследствии был образован земельный участок смежный с его земельным участком и границы там совпадают и просил возложить управление кадастровой палатой и управление Росрегистра снять с кадастрового учета земельный участок потом передать кадастровое дело по земельному участку с кадастром и актуализировать сведения единого государственного реестра недвижимости так вот это дело было определением фронтовского районного суда прекращено и со ссылкой на то что нужно рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства поскольку я в конце смотрел спор о праве как раз между собственными границ и участками отменили это определение у нас конституционная группа в надзоре пока он еще существует в образовании новых судов конституционных когда они начнут работать с сентября так вот было указано что действительно он оспаривает и правовую оценку должны получать его утверждение о том что кадастровая палата и управление Росрегистра и государственные регистрации что-то не сделали или скажем сделал произвел действие несоответствующие законы а вот этот спор про который районный суд говорил и апелляционный апелляционный наши коллеги поддержали он как раз не должен здесь рассматриваться и приниматься за внимание то есть рассматриваются исключительно действия если он о них заявляет государственного регистратора или действия кадастрового инженера или действия подготовки кадастрового плана или действия тех должностных лиц которые вносили в кадастр паспорта какие-то изменения вот а потом вносили эти изменения государственные регистра недвижимости то эти действия как раз должны получить правовую оценку если прав граждане значит удовлетворение если нет то отказать но ни в коем случае не прекращать производство но у меня только номер который был передан на рассмотрение в кассифонную группу но сейчас скажу вам номер дела могу вам сказать если оно там у вас как-то можно будет найти 2А ну со значком А тире 226 до 2018 это фронтовский район вот пишите себе еще посмотрите решение суда это тоже связано с кадастровой оценкой когда нужно или не нужно представлять заявитель положительное экспертное заключение при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости вот суд верховный суд своими решениями от 26 апреля 2018 года номер запишите я побуду китую по названию Алексея Константин Петр Илья 18 тире 142 абзац второй пункт 20 порядка создания работы комиссии по рассмотрению споров обеспечения кадастровой стоимости утвержденный приказом экономии развития от 4 мая до 2012 года номер 263 он там частично признан недействующим для отдельно до 1 случая принятия решения пересмотре кадастровой стоимости по основанию установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости признание действующим со 2 июня то есть обратной даты с 2 июня 2016 года поскольку там вступал в противоречие там вносились изменения федеральный закон об оценочной деятельности Российской Федерации со 2 июня 2016 года там с указанной даты представления заявительным положительного экспертного заключения при оспаривании висотов определения кадастровой стоимости соответствующей комиссии которая рассматривает вот эти споры у нас там в Петербурге управлено Росрегистром там уже не являлось обязательно и с того момента когда внесли изменение в федеральный закон вот этот обзор порядка от создания работы комиссии он требовал предоставления такого заключения когда раскладывался вопрос о том чтобы снизить определенную кадастровую стоимость более чем на 30 процентов он все равно это заключение требовалось признали это недействующим поэтому если кто-то к этим делам ходит может быть по своим квартирам кто-то хочет изменить кадастровую стоимость обратите внимание что это требует вступить в пекете так у нас есть практика такая что после регистрации уже земельных участков в управлении Росреестра внесение на них сведения о государстве есть недвижимости вдруг приходит иск к такому собственному плану и говорит освободите часть земельного участка потому что вы его самовольно занимаете основывается это все на том что администрация местная администрация нанимает кадастровым инженером при помощи метода спутника геодезического измерения при помощи дронов будем так говорить снимает вот эти все поворотные точки и говорит границы вашего земельного участка которые у вас на плане они не вполне совпадают на местности и пожалуйста что хотите то и делайте либо с нами согласовывайте сами понимаете что это немалая денежная сумма и убирайте скажем так приводите границы земельного участка в соответствии с нашей глистической съемкой поэтому имейте ввиду что если таких клиентов будет защищать то есть у вас у вашего клиента участок земельный сформировал соответствии с федеральным законом государственного кадастров недвижимости который 24 июня 2007 года и требования подготовки межевого плана утвержденным приказом минэкономразвития 24 ноября 2008 года номер 412 которые действовали до действовали эти требования действовали до 1 ноября 2017 года но там уже много достаточно земельных участков было оформлено соответствие и оформлялись они и кадастровый инженер составлял обычный этот кадастровый план земельного участка при помощи используя геодезические методы не вот этот метод спутника геодезические съемки измерения а при помощи тахеометров программного обеспечения определенного и определял вот эти границы на местности и соответственно эти границы потом рисовал план потом все это передавалось вместе с решением предоставления собственности в связи с договором купли-продажи в Росреестре будут регистрированы в право собственности. Так вот, ничего там самовольного, как предъявляет потом английская администрация, в занятии такого земельного участка нет, это уже спор о праве, пожалуйста. То есть, особенно если площадь земельного участка, который потом при экспертизе, в которой можно в ходе судебного разбирательства, то если совпадает, то ничего там изменять не надо. По одной простой причине, что вот этот вот приказ Минаконова развития от 17 августа до 2012 года, это уже другой, не тот, который сейчас только что будет продиктован, 518, да, который определяет, как должен кадастровый инженер действовать, и какие методы применять. Так вот, обратите внимание, что этот приказ Минаконова не отдает никакого предпочтения одного метода к другому. То есть, потом пусть летали на свои кроны, сколько хотят, и снимают. Поэтому, вот, как зарегистрировано, так и зарегистрировано. Другое дело есть, и там вдруг выяснится, что будет проведена экспертиза, они, как правило, отказываются потом от иска, но, тем не менее, такая практика есть. Если вот площадь земельного участка не совпадает, которая будет потом определена, которая в границе, да, той площади, которую указано в договоре, даже не в Миноправоостанавливающем документе, вот здесь, конечно, возникает вопрос, да, а так если все совпадает, или она там окажется чуть меньше, здесь никакого нарушения законодательства нет. Номер приказа Минэкономразвития, ну вот смотрите, запишите, вот приказ, который действовал в 1 января 2017 года, это требование по подготовке межевого плана, это приказ Минэкономразвития от 24 ноября 2008 года, номер 412, он был как раз принят, когда в развитии вот этого федерального закона 221 ФЗ о государственном кадастре недвижимости, да, когда требовалось составление с новыми межевых планов, предоставление и уточнение границ земельного участка, и собственники эти границы уточняли, кто-то приобретал земельный участок при помощи этих кадастров, с использованием кадастровых планов в числе документов, да, там есть правоустанавливающие какие-то документы, не знаю, там распоряжение администрации предоставления земельного участка, договорку при продаже, дарение, что хотите, любая сделка, которая являлась основанием для регистрации права собственности гражданина на земельный участок, и плюс кадастровый план, собственно говоря, что он там покупал. Так вот, если речь не идет о чем-то потом, еще раз, в течение вот прошлого года, скажем, администрация, местная администрация заключала договор на топоге, гидридическую съемку местности своих владений, как говорили за собственниками земельного участка, у вас граница не так, потому что вот совсем по-другому, используя вот эту как раз вот спутниковые гидридические измерения, я вам обращаю внимание, что вот этот приказ, он не отдавал никакого предпочтения, вот этот приказ на экономе развития от 17 августа 2012 года, который определял, какими способами может быть измерены вот эти поворотные точки. Там геодезический метод, метод вот как раз вот этого спутников геодезических измерений, еще какой-то там, может, точно не помню. Там никаких, почти ни одного перед другим не отдается какой-то более точный, да, поэтому вот эти вот исковые требования весьма сомнительны, при том, что если площадь, которая у вас в правоустанавливающих документах, выдаваемого вам органами государственной регистрации, совпадает с той площадью, которая указана в распоряжении договора и продажи, тогда никаких проблем не будет. Самое главное, что она больше не будет. Приказ от 17 августа 2012 года, номер 517. Имейте в виду, что при таких делах нужно обязательно привлекать участие в деле, того кадастрового инженера, который составлял вам или вашему клиенту первичный вот этот вот кадастровый план. Что? Ну, что значит невозможно? Они есть в реестре, как-то невозможно. Они даже с удовольствием приходят, потому что, знаете почему? Потому что они несут ответственность за причем материальное составление своих планов, они просто так. Поэтому привелительный удовольствие уходит. Ну, не знаю, с удовольствием, но уходит. Самое главное, чтобы суд определения вынес о привлечении такого кадастрового инженера к участию в деле в качестве третьего лица на стороне, в данном случае получается, собственника земельного участка, которому такие древние предъявляются. это, давайте я вам сошлюсь на статью. Ну, вот так, это статья 29 прим 2 федерального закона о кадастровой деятельности от 24 июля 2007 года. Закон? Да, да, 24 июля. Но она как оскорбительность 1. Я понимаю, когда он как бы приказ на эконом развитие, но закон будет при этом записываться. Ну, вот если площадь не совпадает, вопрос в том, насколько не совпадает, существенно, несущественно, то есть вот они же просят не указывать на свою когда спутниковую геодезическую съемку, там, поймите, там виднее о сантиметрах не будет речь. Там, когда эта геодезическая съемка, я один, скажем, такой иск видел, а вообще проходит по границе некоторых сооружений, которые там стояли уже лет 15. Они сейчас там провели, и он говорит, там, извините, на поворотную точку у вас вот так, что по одному зданию проходит не там, где забор стоит, а, скажем, там, по крыше здания, по крыше какой-то хозяйственной постройки. А? А? Какой результат не желания умеется, если построить режутся? У них не слышат. Какой результат не желания умеется, если построить режутся? Ну, так нет. Это гражданство нужно решать? Мне так, ну, и не говорим, что по-граждански, что в принципе, они, говорю, подъявляют такие иски, имейте в виду, что по поводу этих, имени этих приказов. Понятно, что гражданство отсюда проявляет. здесь на практике, когда были в Верховном суде, меняли, ну, такое достаточно интересное дело, это не наш, скажем так, Санкт-Петербург, но тем не менее, у нас такие тоже есть, достаточно много в Ленинградской области получали, получали земельных участков сельскохозяйственного назначения, причем, поскольку, видимо, участки объемные, получали их на несколько собственников. Сейчас решается вопрос, решает вопрос о том, как там бежевать и выделять, и между участниками возникают спорные, такие очень правоотношения по поводу того, кому какой земельный участок. Мне бы там еще хотелось остановиться на перепланировке, поэтому я вам просто сошлись на вкратце, скажем так, очень не... скажем, с выдержкой на вот это вот решение, достаточно такое, не то, чтобы объемное, но немного там написано. Поэтому, смотрите, пишите 27 февраля этого года, 2019, 27 февраля. Оно есть в практике, в консультанте. Вы читаете. Номер 18 тире Константин Геннадий 18-254. 18-254. Там гражданин ссылался на... Вот у него был участок совместный в собственности, такая как была, да, в общей долевой собственности большой земельный участок. Затем состоялось решение общего собрания собственников, они решили выделиться и предоставили право производить все регистрационные действия гражданам. И выделили ему земельный участок, зарегистрировали право собственности. Ему этот земельный участок не понравился, потому что он посчитал, что там и через полосица, и вообще неудобно его использовать для тех целей, для которых он его приобретал. И вот он обжал и обратился с административным сыском-то не к собственникам и оспаривал вот это вот решение от управления Росреестра о том, что они взяли и зарегистрировали вот это право собственности его на выделенный ему земельный участок и посчитал, что это вот незаконно, поскольку он сам там поверен с вот этому лицу, который действовал и подавал заявление в управление Росреестра, посчитал эти незаконные его суды, которые рассматривали это дело Краснодарского края и ДИС его удовлетворили. Вот Верховный суд отменил это решение и указал, что в данном случае я просто там когда зачитаю, что здесь земельный участок образуется на основании решения общего собрания участников общего и соответственно с утвержденным этим собранием проекта и желание какого-то дополнительного согласования размера и местоположения границ земельного участка выделяемого вот этому вот собственности там уже не требуется его какое-то согласие на регистрацию право собственности на этот земельный участок понятно, да? То есть в данном случае вот достаточно этого решения собрания. Если он с этим не согласен, это не управление Росреестра, там неправо, а он тогда должен оспорить это решение в порядке гражданского судопроизводства. Так, ну, по поводу вот нам еще непосредственно уже в Сан-Петербурге отменили в этом году тоже 18 января Верховный суд 2019 года этого года запишите номер тоже за попытное дело. номер 78-КГ 18-66 наверное, скорее всего, что в практике своей вы с этим сталкивались, сталкивались, столкнулись, можно, у нас больше рядом граждане граждане сдают квартиры в найм, да, у кого-то их там две, у кого-то их там десять, сдают себе, платят налог с доходом, то есть, с дистрибилитой, потом вдруг получают решение налогового органа, что они оказываются предпринимательской деятельности, и надо бы заплатить еще налогового добавленную стоимость, а раз не заплатили, соответственно, штраф, пенди, все такое и прочее. Это, чтобы не зачитывать вам, не терять время, сами пощете. Значит, там как раз такая ситуация, сдавал гражданин квартиры, и его деятельность была признана решением налогового органа предпринимательской, в соответствии с которым, соответственно, должен был заплатить как индивидуальный предприниматель налог на добавленную стоимость. Он еще доходный? Да, он доплатил подопринный налог. Ну вот, здесь мы все, суть-то в чем заключалась ситуация? Он говорит, ну хорошо, если я деятельный предприниматель, тогда, поскольку мой долг меньше там определенной суммы, я имею кавану налоговую и освобождение от уплаты налога. И с ним не согласились, и указал, что основание для его освобождения от исполнения обязанности налогоплательщика не представляется возможности, поскольку им не предоставлены выписки из них продажки, выписки из них учета доходов и расходов и других прихозяйственных операций. Да, вот в этой, вот только в этой части с нами не согласился Верховный суд. Написано было, что в данном случае Верховный суд находит долг и налог органов в этой части несостоятельно, поскольку представление указанного документа, как они указали в поделении, прежде всего условленной необходимостью подтверждения суммы выручки заявителя в определенном налоговом периоде, размеры, которые дают плательщику налога на добавленную стоимость НДС, на освобождение от выполнения обязанностей налогового плательщика в этом налоговом периоде. И указали, что по данному административному делу суду выручки по каждому из налоговых периодов были установлены в результате выездной налоговой проверки, когда его признавали предпринимателем, что он ведет предприниматель, искудительность, и поэтому каких-то дополнительных документов этого не требовалось. И указали, что судами в данном случае и нашим при рассмотрении разрешения данного административного делка и оценки доводов административного лица, ссылавшегося на наличие у него оснований для освобождения его от исполнения обязанностей, не было учтено, что в случае по данному административному делу изменение квалификации деятельности налогоплательщика, как раз деятельности физических лица на деятельность индивидуального предпринимания произошло по результатам проведения как раз налоговой проверки, и в результате которой налогоплательщикам был привлечен к налоговой ответственности, при этом сумма выручки от сдачи помещения в аренду были установлены самим налоговым органом, в связи с чем отсутствие вот этих документов, на которые мы дружно ссылались, отказывая именно в этой части иска, в рамках его возражениях, скажем, на иск, не может быть однозначно свидетельствовать об утрате возможности этим гражданинам с освобожнения от исполнения обязанностей налогоплательщика по результатам рассмотрения уведомлений, то есть уведомление это он, когда его признанил, он дал ему давление, я вам хочу освободиться, он говорит, нет, не освободимся, потому что документов-то у тебя нет, ну, Верховный суд, в данном случае отменил, посмотрите, вот, ну, чтобы еще раз метели там уж такое оборудованное решение, да, посмотрите, поскольку сдают в квартиры много, и вот это вот не первый случай, когда гражданина привлекает у нас к ответственности, это все, конечно, налоговый орган у нас действует с точки точки зрения, чем больше денег в казну, тем лучше, поэтому и так рассоединяется их работа, тут у нас тоже был любопытный случай, не знаю, дошли ни до Верховного суда или нет, вот нам кассационная группа отменила определение, у меня вопроса с собой нет, там смысл какой, что при собственности общества с ограниченной ответственностью был земельный участок достаточно большой, и когда общество ликвидировалось, домой из участников, в качестве его доли в этом обществе, да, выделили земельный участок, обделили его стоимость, он заплатил налог с этой стоимостью, да, поскольку получил имущество собственности, но вот что любопытное, что потом, когда он решил продать этот земельный участок, ему на эту же стоимость еще начислили налог, как на физический, как с доходом, ну, 13 процентов. Вот он оспаривал это решение, поскольку получалось, что он заплатил дважды. Суд ему отказал, мы это определение отменили, а потом это определение отменили, наше уже определение отменили нам. Я, честно говоря, не удивил, что этот спор был разрешен, но достаточно тоже любопытный случай, потому что какой вид налога он платил, когда получил это имущество собственности, когда мы спрашивали, задавали этот вопрос, никто не знает, потому что вроде как сумма та же, почему должен платить человек дважды, непонятно. Но у него там достаточно такое состояние было, я бы на сами граждане не видел, ходили адвокаты, по-моему, не знаю, здесь есть присутствующие среди, как рука этому делу были, но вот, не знаю, дошли ни до верховного суда нет, потому что случай достаточно любопытный, и действия, конечно, по налогу органа не совсем понятны. Так, вот по поводу, есть еще у нас тоже свежее достаточное определение от 18 марта этого года, только месяч, что он с вами исполнился, но номер 33А, 5948, это номер, дробь 2019. Так, там по поводу, у всех, наверное, у многих мужчин есть моторные лодки резиновые, на которые они двигатель представляют, а потом используют их в качестве квас-средства. Вот такой случай любопытный, тоже обратился вот гражданин с административной мысльной прижаремной инспекции, в котором спросил признать незаконным требования об уплате транспортного налога вот на эту лодку и пеником начислили. Ну и ссылался, что транспортный налог начислен в отношении вот этой вот моторной лодки, не оснащенной мотором, и говорил о том, что весельные моторные лодки с мощностью двигателя не выше 5 л.с. не является налоговоложением. Поэтому требования, которые мы выставили, он стал неправильным, незаконным. Вот дело мы рассмотрели. Суд удовлетворил этот иск. Требования признал не готовность в районе. Решение это отменили. Что тут указали на то, что двигатели, которые используются или устанавливаются на маломерных судах, в соответствии с законодательством Российской Федерации, сами не являются объектами, подлежащими государственной регистрации. Свидения двигателей, устанавливаемые на маломерные суды, в данном случае налога, подлежат внесению в регистр маломерных судов, на которые уже зарегистрировано. И на основании заявления самого собственника, либо во время государственной регистрации маломерного студа. И в данном случае каких-либо документов, подтверждающих право собственности на двигатель, нормативно правовыми актами, регулирующие порядок государственной регистрации маломерного суд, не предусмотрено. Ну и в данном случае, поскольку лодка, которую вы говорили, жанин гладил, была зарегистрирована без указания сведения о мощности ее двигателя, что подтверждалось с ценой билетом маломерного суда, то вот принимая во внимание, что двигатели используются номерные суды, не являются объектами подлежащими, а также то обстоятельство, что положение пункта 3, пункта 1 статьи 359 налогового кодекса устанавливается, что в отношении водных транспортных средств, не имеющих двигателей, обращаю ваше мнение, налоговая база определяется как единица транспортного средства. Вот судебная коллега пришла к выводу, что принадлежащие судесцу моторная лодка, не имеющие двигателей, является объектом налогового положения, в отношении которой налоговая база определяется по правилам вот этого самого пункта, о котором я сейчас только сказал, по пункту 3, пункта 1 статьи 359. И ставка нам определяется в размере 1000 рублей за единицу транспортного средства. То есть налогово все равно платить в угол. Входе небольшой. Так, ну. было еще на семинаре в Верховном суде, я вот уже заканчиваю вот эту первую часть, скажем, нашего, чтобы осталось у нас время на перепланировку. Я вам тут кратко скажу, ну, там выступали, выступали достаточно много судей. Ну, по поводу еще учета, вот там, если гражданин был поставлен на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма по основанию предусмотрено пунктом 4 чести 1 статьи 51 с учетом заболевания, которое да, у нас тоже такое слушали, а там есть, указанного в перечне постановления правительства от 16 июля 2006 года, сейчас же другое, да, перечень, вот если он туда раньше был поставлен и там это заболевание вырежуло в это перечень, то он не может быть снят с учета только потому, что в новом перечне этого заболевания нет. Да, новое перечне, которое подтвержден в Минздравом, в Минздравом развитии от 29 ноября 2012 года. То есть в одном, скажем, в том было заболевание, в этом его нет, это не основание для снятых с учета. Ну, что-то, что-то, что-то выступал зампредседатель Верховного суда Нечаев, кто-то сказал, что по поводу срок на подачу операционной жалобы необходимо исчислять с даты, которую суд при оглашении результивной части решения указал в качестве даты составления мотивированного решения, которую он сам может указать, зачитывая решение суда, только в пределах пятидневного срока, установлено статьей 199 КПК. Ну, в данном случае у нас ИК тоже такое же правило установлено. А если не указал, то тогда действует следующая схема. Дата оглашения результивной части решения, когда вы слышите его, плюс пять дней, плюс сам срок, то есть пять дней, которые на составлении материалов, плюс сам срок установлен в законах. Вот в этих пределах срок не считается пропущенным. Все остальное, на что вы там потом в операционной жалобе пишите, что мы там дело не видели, дело нам не давали, и я там писал о суде десять раз, и все равно нам не ознакомил. Это все основания для восстановления срока. Пишите ваши хотя бы операционные жалобы, можете отдельно не подавать, но пишите хотя бы предписку, делайте, что прошу восстановить срок. Да, вы правы, но это надо указывать. Не просто так подавать и сказать, что срок не пропущен, потому что я делал, увидел в канцелярии только через шесть месяцев. Ну не трудно же написать, прошу восстановить срок. Всего три слова. Если судья за пять дней не написал, а через месяц сдал? Ну, через месяц сдал, вот и получается, что в данном случае срок не пропущен. Но сдал... Пропущен-то не адвокатом? Нет, пропущен не адвокатом. Я про что и говорю, так вы пишите про это вот в операционных жалобах, что все то, что касательно вот, если он не указал, когда сдаст, то действует вот эта вот схема, которую я сейчас прочитал, да, вот. Сегодня огласили, пять дней прошло и потек вот этот срок месячный, который установлен законом на обжалование решения суда. Если вам в течение этого срока не предоставили, по какой, по любой причине, вы не увидели это дело в канцелярии, значит, все это восстановление срока. И опять же, что опять же, если даже увидели там, скажем, на излёте срока, да, два дня, а вам недостаточно, тоже напишите, чтобы вы были ознакомлены только тогда, прошу восстановить срок. Вы можете прямо в операционной жалобе, без разницы, даже там у нас вот касационная группа там идет на встречу, даже если вы не пишете срок, они все равно там, если вы там ссылаетесь, что вот обращаетесь с касационной жалобой, и это вызвано вот тем, что вы не смогли знакомиться с мотивированным определением, решением суда, или с материалами дела, да, сейчас со системой документами, которые приобщались непосредственно в судебном заседании, по окончании которого принималось решение, вы пишите об этом. Можете отдельно заявление, не требуется, напишите, просто выделить там в конце операционной жалобой вопросом, напишите, что вы хотите восстановить, укажите эти обстоятельства. Так, ну и вот, крайне, вы спешите еще о восстановлении пленного Верховного Суда от 26 декабря, потому что это сильно, достаточно меняет практику по кодусу инистративного судопроизводства, на него не обращают внимания почему-то, но вот от 26 декабря 2017 года, номер 56, пункт 62. Если мы раньше сплошь и ляду, и сейчас продолжаем смотреть в восстановлении пристава, когда оспариваете, а в определении задолженности по алиментам, то вот там указано, что размер задолженности по алиментам определяется в восстановлении судебного пристава, и эти дела, они согласятся с этим размером задолженности, они рассматриваются не в порядке кодуса, где санкинуло судопроизводство, как вам не покажется странным, а в порядке гражданского судопроизводства, там привлекается в качестве второго вторая сторона когда взыскатель недоволен когда должник недоволен спаривается это все в порядке гражданского судопроизводства, поскольку как правило требования они просят определить размер задолженности, какой-то не соглашались с тем, что предел пристава какой-то другой, учесть какие-то документы учесть дополнительные какие-то доходы еще что-то и все это должно рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства если вам скажем так откажут в принятии такого иска, укажут, что нужно подавать административный, вот или прямо ссылайтесь на этот пункт прямо так и написано в случае, если какая-либо сторонняя согласность со принятой с поэлементом исходя из ст. 13 Семейного кодекса ст. 2 Федерального закона в исполнительном производстве указанный вопрос подлежит разрешению 100 порядок искового производства по правилам предусмотренных гражданским законодательствам, как бы кому бы это не нравилось особенно те, кто там у нас все равно распределение делаю по тем, кто рассматривает кодекс административного судопроизводства те, кто рассматривает дела из-за трубой пусть рассматривают не надо это перекладывать поскольку все равно там привлекается участие в деле мы привлекали к рассматриванию показ этих делами мы привлекали к участию в деле в другую сторону на местных обязательств если все равно посматривать то, что уже пора переходить на новую визу возвращаться к старому производству по этим делам по поводу перепланировки вопрос весьма актуальный продолжайте вы с упорством уходить с исками представляя граждан, которые обустраивают входы на первых этажах здания выпиливают подоконные пространства себе для установки так называемых распашных дверей на балконы ну и споры не возникают в основном те, которые рассматриваются у нас это связано с отказом администрации согласовать такой проект при планировке либо когда гражданин с которым у этого собственника не совсем хорошее отношение который живет совсем в другом подъезде для положения места там на парковке не поделили идет и просит привести это помещение в первоначальное состояние и признать вот такое решение районной администрации которое ему согласовало переустройство или оборудование отдельного входа в нежилое помещение расположено на первом этаже или в квартиру, когда они переводят из жилого в нежилое ну там сами знаете, там очень много вариантов не останавливаются вот возникают вот эти споры ну ваши доводы основные такие вот при скажем так обустройстве входной группы назовем ее так когда опускается лестница на земельный участок вокруг дома особенно когда это делается на зеленый газон вот в новостройках полно таких домов панели когда вы видите что там под аптеки маленькие ламочки всякие там магазины такие вот оборудования как правило где-то у квартиры лядущей в одной квартире вот эта лестничная группа опускается на земельный участок здесь практика сформировалась и ну я как бы сказал что можно даже не стараться потому что если нет решения собственников помещения дома причем всех как бы мне показалось как бы там дом не стоял в управлении там на 17 этажей или на 20 нужно согласие всех собственников потому что это на земельный участок которого в силу 36 статьи прямо там указано что это является общей собственностью всех собственников помещений дома поэтому нужно их согласие и даже независимо от того оформили это на земельный участок собственность или нет уже по этому делу сформировалась еще раз практика и верховного суда и поэтому здесь что называется нечего ловить я по ходу другого я по ходу есть у нас центр города и там было несколько дел уже когда лестница когда устраивает вот этот отдельный вход ее как таковой нету там люди делают приямок приямок делают на тротуаре тротуаре тротуар мне здесь есть решение но уже время мало здесь только что буквально свежее читал значит там написали следующим образом ну вам написали будем так говорить сейчас номер сейчас скажу подождите так номер 33 тире 66 53 за этот год 2019 ну свежим совсем 19 марта тоже этого года а 33 нет не а это самое это рассматривали в порядке да искового суда производства поскольку там был иск как раз о приведении в прежнее состояние но они говорят что у нас эти вопросы рассматриваются что если бы рассматривался вопрос о том что там как раз идиот дали согласие на комитет по градостроительству архитектуре поскольку дом на Васильевском острове и поэтому он скажем так требовалось вот этого согласия в 2019 33 да да наш городской я повторяю пишите 33 тире 66 53 ровно 1015 с решением я больше чем согласен потому что у гражданина я вообще не ходил в администрацию не получал решения просто разобрал вот эти вот подоконные пространства и поскольку там вход уже был когда-то давно 1800 там входная группа была поэтому не решил не обращаться за получением согласования проекта перепланировки я просто про другое сейчас вот когда Вам пишут из материала дела следует что проводим ответчиком работы в нижнем помещении затрагивает конструктивные другие характеристики надежности и безопасности многоквартирного дома а также изменяет режим эксплуатации многоквартирного дома поскольку сужают проход по тротуару и создают возможность попадания в здание осадков в открытые приемки возникает вопрос если кто-то будет нам дальше распаривать сужает проход по тротуару это вообще элемент дорожной инфраструктуры ну тут так написано ну не знаю написано как я читал в речне но у вас нет у нас было на Чайковского дом где такие как раз приемки гражданин образовывал да у него по одну сторону этого дома был магазин продовольствия товаров а по другой у него уже не жилое помещение находилась собственность он там ничего не переделал не перекраивал с одной стороны вход заложил и расшил окошко вот со стороны тротуара чтобы можно было входить вот там спор возникал по поводу того что вот та традиционная схема которая уже устоялась и используется в наших решениях когда вам отказывают и говорят что нет не согласен в том случае поскольку требуется согласие всех собственников здесь этот момент не работает потому что тротуар это не элемент транспортной инструктуры в соответствии с правилами дорожного движения на которые даже если собственники захотят поэтому никто никогда православности не зарегистрирует насколько плотно этот тротуар к моему дому не прилегал поэтому там кроме как согласия административно-технической инспекции за образование такого приемка в тротуаре не требуется вопрос там конечно стоит о том что опять же выпила вот этих вот подоконных пространств и каждое дело я надеюсь что я хочу обратить ваше внимание каждое дело оно индивидуальное в данном случае не слышно было если бы конкретно с этим делом наводить в качестве защитника клиента то почему можно было сказать что ведь когда ссылаются суды на статью 36 часть 1 пункт 3 написано что уменьшение общего имущества не допускается без согласия всех собственников то если говорить о том что вот этот бедный кирпич вообще не входил никогда в материал изготовления дома какое там уменьшение да я знаю и ступеньку там нашли да вы не могли состав остался сейчас а на что высылались сейчас подожди у нас было включение строительных экспертов которые заводили что это не общий мусор что там эксперт это не может скажем так да правильно да ну правильно ну вот я хочу сказать что вы по поводу вот этого уменьшения это формулировки которые используют суды сплошь и рядом да и потом еще и ссылается на своих решениях на решение верховного суда вот обратите внимание если вы посмотрите решение верховного суда они на весьма там аккуратно они не говорят о том что это уменьшение нет такой фразы это так вот желаемое за действительно выдают поэтому уменьшение это когда вот есть у них там такое у верховного суда в определениях когда они оценивали вообще создание вот этой вот входной группы да и пишут а кроме того разрушил сейчас вам даже скажу какое определение вот я их все на которые там ссывался в своем определении сейчас скажу это номер это 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 от 16 января 18 года номер 18 Константин Геннадий 17-230 как там написано весьма аккуратно вот они там оценивают из материалов смотрят что в соответствии с проектом перепланировки организации входа и сон в спорном помещении тренировок по устройству двух входных групп с использованием части земельного участка над которым расположен многоквартирный дом это классика что называется что привело к уменьшению общего имущества это вот к этому имеет отношение а потом вам пишут кроме того разрушена часть внешней стены многоквартирного разобрана подоконная часть дома являющиеся ограждающие несущие конструкции да ну еще раз вы когда вот на этот упор делаете говорите вот они несущие является так поймите по 36 статье что несущие что не несущая конструкция они все являются ограждающими в данном случае да и они входят в состав общего имущества там бесполезно доказывать что это нет это не общее имущество что это навесная плита в которой гражданин там выпилил себе подоконное пространство она обслуживает только его квартиру это неправильно заранее неправильно это не надо ссылаться что повлекло там написано слово изменение отдельных элементов имущества нигде не пишется что это уменьшение вы же в принципе не уменьшаете вы когда там пишите когда там пишут разрушаясь вы парируете это убежите по конечному итогу оцениваете действия собственников он вместо скажем какой-то пенобетонного блока который у него под окном находился он установил металлопластиковую конструкцию со стеклением он же не оставил там дырку чтобы сказать что извините была стена а теперь у меня еще нету там установлена конструкция и вот на что я вас обращаю внимание ни в одном техническом заключении там когда дается что вообще вся вот это вот то что он там делает с участием когда дается общая оценка что это не скажем не влияет на несущую конструкцию стен дома и так далее но вот по поводу именно как раз этого элемента ничего там обычно не высказывается напишите что это не эксперт напишет что это не ухудшает теплоизоляционные свойства не ухудшает вот в отношении этой стеновой плане панели ее там несущих свойств они правило сейчас даже не несущие просто навесные поскольку они давным-давно уже изготовляется по другому принципу и навешивается как раз на несущие конструкции а сама сами по себе не несущие но ограждающие поэтому вам любой эксперт поскольку она не является несущей укажет что вот это установление этого стеклоблока оно ни в коем случае не ухудшает технические параметры самой стеновой панели и соответственно всего там дома и на это надо ссылаться и говорить что это никак не уменьшение имущества а на это на то что он праве заменить там же 170 правила там же как раз указано что можно заменить отдельные детали если они не ухудшают технических свойств робот да вот как раз очень любопытная тоже реконструкция если обратиться к статьям если уж приходит квалифицирует такие действия как реконструкцию тогда почему мы не воспользуемся с этими с этими на самом деле в которых написано что на реконструкцию как раз нужно не согласен а согласен общего собрания пусть там квалифицированных большинство удален там две трети ну что опять же сто процентов это когда еще раз обращаю ваше внимание жилищный кодекс который ссылается когда реконструкция ведет к уменьшению общества имущества я еще хотел обратить внимание в связи с этим есть у нас вот такой тип боритесь до конца мне еще хочется вам сказать потому что но не оставляйте дела потому что когда вот мы там мы-то не можем вот мы бы один раз приняли да вот как там казалось правильное решение потому что но какое дело там собственнику с пятого этажа хотя какое дело понятно потому что вполне возможно с ним вот тут рядом владелец договорился но решение не напишешь да почему-то мне нужен второй магазин чтобы конкурент не создавал мы это писать не можем всю эту подопливку вы тоже не надо об этом писать но в принципе биться до конца и говорить что вот неправильно суд квалифицировал и оценил эти обстоятельства на площадь для верховного суда неважно в каком судопроизводстве причем я так понимаю что судя по тому что пишется решение хоть мне кажется в порядке гражданского судопроизводства когда к вам предъявляет риск к вашим клиентам о привлении в прежнее состояние при наличии всех технических заключений еще раз подчеркиваю потому что как раз в этом-то деле я так понимаю что их там не было самого администрация согласовала проект ну ну понятно то есть там технические заключения помимо да и ну поскольку мы взял в качестве примеров потому что иногда пишут вот это вот слово уменьшение оно просто качается ссылками на определение верховного суда а этого там нет этого там нет и вам сейчас я вам пока не забыл скажу что вот говоря о том что это не уменьшение есть такой такая инструкция о проведении учета жилищного фонда в российской федерации на мин земной строй от 4 августа 1998 года номер 37 от 4 августа 1998 года номер 37 там указывается как измерять параметры объем многоквартирных домов что включать что не включать как измерять и когда вам и сын или там администрация которые не согласуют они говорят что вот это вот уменьшение обратите внимание что там вот эти вот выпилы все которые они никак не влияют на тот объем который вот по тем принципам измеряется вот вам тот нормативный ад на который можно сослаться говоря о том что докажите что это уменьшение я его просто заменил но у меня на это есть техническое заключение что она не влияет на безопасность еще раз подчеркиваю как отдельно взятые конструкции где этот выпил производится так и всего дома Минземстрой Министерство Российской Федерации поднимения политики как называется ну инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации вот посмотрите там или пожалуйста там она достаточно такая ну не то чтобы большая но там подробно написано что включается в объем что не входит не включается в каких случаях и поэтому когда вам говорят вы можете на нее состав сказать как если вы говорите о том что собственно имеет не какой-то объем здания да вот пожалуйста как он уменьшает не уменьшает мы туда вместо еще раз повторюсь ставили вот этот самый это не противоречит техническим требованиям приказу Минэкономии развития 170 на который 2003 года все ссылаются что бы там разрушить в принципе по итогам надо смотреть вот этого согласованного проекта вы вместо одной конструкции вставляете другую которая по своим техническим параметрам соответствует всем требованиям безопасности так по поводу вот объединения вот квартир особо подчеркнуть потому что есть у нас тоже такое определение к сожалению мы вот скажем так это не всегда тоже согласно понимаете сколько юристов столько мнения был такой у нас да сейчас я буквально еще значит при объединении квартиры статья 40 40 она тоже посчитали что там была квартира одна другая наверху выпил люка плите перекрытия это является уменьшением так и написали так вот посмотрите статья 40 она прямо говорит что это можно сделать изменить границы жилых помещений можно без согласия собственность она на мой взгляд я свою точку зрения высказываю она является более специально она специальной нормой по отношению к части 3 статьи 36 вы объединить квартиру можете только двумя способами первое построить там чтобы путешествовать из одной квартиры в другую по местам общего пользования она это явно требует согласия потому что у вас площадь общем меняется общая площадь тех помещений которые уменьшаются на вот этот выделенный вами там если не разрушать стену а второй способ это взять выпилить в сопряженной стене какое-то пространство под дверь так вот что дверь что люк наверх неважно в какой части и то и другое всегда будет общим имуществом что плита перекрытия она прямо относится к статье 36 что смежная стена капитальная она всегда будет разделяющая квартиры пусть даже все равно она будет в любом случае ограждающей конструкции которая производится вот этот выпил я еще раз вам говорю что вот этот выпил вот эти про которые мы вам говорим два мешка мусора которые образуются в результате выпила дверного проема проемов перекрытия они не могут являться считаться по закону уменьшением общего имущества вот если бы законодатель хотел он так бы и написал там написано специально без согласия собственников братья части 1 статьи 36 ой статьи 40 без согласия собственников это делается изменяется изменить их можно только вот таким техническим способом так если собственник говорит о том что пожалуйста так можно то почему надо писать и говорить о том что это вот является уменьшением нужно согласие всех на мой взгляд это прямое противоречие вот того чего указано в этой статье ну а как вы уже будете нанесете эту мысль я-то не могу никуда а вы защищая клиента на мой взгляд обязаны идти до конца и до конца и до конца в том понимании если к вашему клиенту применена эта норма права вот так вот 36 статья которая говорит что мало что написано в 40 вот вам часть 3 36 и будете добры получите согласие всех собственников в доме в 20 этажей и на 7 подъездах в ширину что в принципе невозможно про это тоже слышите потому что это нереально практически у вас статья которая 26 которая подразумевает возможность перепланировки она не действует в статье вот этого применения вот этого чести первой статьи 36 что куда бы его не возникли за что бы его не взяли это общее имущество если так как понимать как понимает его сейчас формируется скажем как судебная практика я вам говорю что до верховного суда то есть у нас верховного судета не делает этого пока то тогда получается вы не можете повесить на капитальную стену которая проходит внутри вашей квартиры тот же очиститель воздуха а что тоже взяли три а выпили четыре этих самых тоже затронули общего имущества пишут фразу затрагив поэтому тут обратите внимание на вот эти вот вещи и на мой взгляд то что касается уменьшение общего имущества по статье 40 то когда вот эти две части в совокупности рассматривать там надо рассматривать что это касательно только присоединение площади которая находится в собственниках в помещении дома у всех тут уже не поспоришь да на это да действительно нужно согласие всех а там извините если там написал законодатель без согласия собственно почему это надо это тоже можно стать приводить скажем так в основу вашу позицию почему по поводу тех же этих подоконных пространств с использованием той вот этой инструкции про счисление объема студентам говорит вам что объем объема ну пусть приведут сошлюсь на что-то другое так ну ладно давайте так вопрос во всяком случае вот мы когда по тому решению так и неизвестно по моему не дошли куда оставили так каком порядке вопрос рассматривается отказ постановки на учет нуждающихся в улучшении жилья с кого мы ну слушайте этот вопрос уже течение какой порядке административного судопроизводства еще раз подчеркиваю учет это публичная функция государства там не решается вопрос о предоставлении какого-то конкретного жилого помещения гражданина это функция учета это публичная функция государства государства в течение какого срока оспаривается такой отказ трех месячных срок или общий срок давности в течение трех месяцев с того момента когда узнали они должны были знать только там получается на руки не три дня даются три месяца можно собраться и хотя бы написать в суд что вы с этим не согласны а уж потом все остальное доносить срок более чем достаточно так правили собственные жилопомещения квартиры расположены одно по другим объединить их в устройство в полу вот только что сейчас да ответ достаточно положено то есть еще раз говорю что у нас согласие есть мнение такое есть мнение такое мы честно говоря там остаемся в этом в меньшинстве поскольку вот у нас есть скажем так судьи которые рассматривают в порядке искового судопроизводства мы с ними никак не соотносимся мы же не можем каждый раз обещаться и устраивать консилиум по поводу какого-то конкретного дела то есть они в вашем порядке вот такое решение принимает и вот это пишут я почему это принес потому что мы пишем и но раз совсем другое особенно в отношении тротуаров это уже вы должны скажем так вот придумать некую конструкцию такую которую убрать все лишние особенно то что вы там пишите и судья там аудиозапись не вёл и не надо это все вот ваши традиционные жалобы конституционные загромождательные нужным материалом который не приводит к отмене решения суда обратите внимание лучше построить какую-то конструкцию и здесь и вот что называется до конца до самого верха нашей судебной системы на мой взгляд он праве объединить еще раз подчеркиваю без всякого согласия собственно об этом прямо там написано в этой самой статье вы задайте вопрос другой стороне как он третий способ какой объединить про то что законодатель имел ввиду без согласия не сломав в границе что-то или не построив там из одного квартира в другой нет третьего способа нет кто я отказал я не отказываюсь я разрешал одиналично эти вопросы но я по-другому решил я бы почему вам про это и говорил ну и что что мне надо было особое мнение но еще раз говорю я вот изначально оговорился что все что я вам сказал по поводу объединения квартир по поводу является подоконное пространство и это мое мнение у меня есть скажем так которые разделяем но когда мы вот какие-то конкретные дела рассматривать да естественно принимается решение большинство голосов вот вот когда мы там сидели со стаховой вместе и принимали решение по поводу вот этого дома там по-моему на улице не помню там чайковска или где-то мы приняли другое решение но вот там да успокоились на том что вам там касационная группа в порядке надзора отменили на наше определение и сказали что нет вы не правы что у нас вот читайте 247 статью что это как бы там написали использование фасада здания использование фасада здания где такое скажем в жилищном кодексе что это вот там ведь в 170-х правил написано не допускается ухудшение да фасада здания его внешнего вида облика так вот когда вот вам там кигео дает заключение я бы сказал потому что интересно кто является специалистом по сохранению облика города те которые люди получили высшее образование соответствующее тогда строительные институты по заканчивали работают по 20 лет изучает архитектуру города и говорят что да то что собственник придумал и представил этот проект он соответствует облику здания соответствует облику города и поэтому мы ему не возражаем про проведение такой профессор или собственник с пятого подъезда которые говорят они мне это не нравится напишите про это вы что это не пишите какой он имеет право скажем там оценивать внешний облик фасада ухудшается он или нет у него что есть специальное образование у него есть заключение какой-то специалиста хотя бы что это ухудшает облик фасада здания там вопрос конечно есть идет когда вы окошко прорезаете в фасаде здания и имеет на существование право на существование такая скажем такое суждение что вот раньше это было одно а теперь это выход да и это изменяет назначение да фасада на который вот вроде как по 247 статье гражданского кодекса нужно получить согласие всех собственников потому что ну вот раньше было окно теперь вы туда будете входить и выходить вопрос такой тоже скажем как дискуссион ну явно это не уменьшение потому что да у нас очень когда мы там рассматривали там как раз собственник там про поводу объема нечего вам сказать потому что собственник один проект заложил объем сохранил в другом вместе разобрал еще разобрал даже меньше чем заложил ну вот написали 247 статью гражданского кодекса когда нам отменяли решение ну вот входной группы я говорю конечно то есть если это все-таки считать реконструкцией да реконструкцией поскольку видоизменяется облик дома и изменяется назначение как они говорят то тогда там получается 44-я 46-я статья это две третьих общего собрания а никак не всех собственников которые вам опять же продолжают писать ссылки на какое-то разрушение на какое-то уменьшение общего имущества и на эти два мешка мусора тогда надо подходить с этой точки зрения есть у вас решение общего собрания которое вот сейчас определенные требования применяются и требует квалифицированного большинства голосов в общем надо конструкцию вообще менять с тем что вы подходите сейчас с чем вы идете в суд говорят что это несущее и вообще это обслуживает одно помещение от этого надо уходить потому что это уже не действует так необходимо в суд помещение например на раскрытие ранее заложено пока но ответ я вам дам на мой взгляд не надо а потому что опять же только опять же не эти конструкции получается тот кто заложил окна он не получал никаких разрешений в каком порядке должно рассматриваться дело об осправлении отказа выдачи справки на разрешение на оружие ну я вот так вот сходу сказал что наверное в порядке административного судопроизводства сейчас объясню почему если это разрешение потом используется для применения скажем так предоставления разрешительный какой-то орган для получения разрешения на оружие на еще что-то то наверное все таки порядка хотя у нас таких дел не было у нас было знаете какое дело у нас было когда выдворяли иностранца а выдворяли на основании справки вот как раз такого органа там имел инфекционное заболевание и варите сведения предоставили в этот самый вот управление по вопросу миграции оно приняло такое решение о депортации его нежелательности пребывания на территории Российской Федерации и вот когда он стал оспаривать мы тоже ссылались что это в порядке ГПК потому что вот нет никаких у него там администрации никаких гласных полномочий по отношению вот это к этому гражданину да независимо никак поэтому в данном случае вполне возможно то что я вам там зачитывал помните когда обращался гражданин с просьбой выдать ему документы медицинского характера производства нет ничего такого попробуйте какая разница если это не связано скажем так с представлением документов наличие высшего юридического образования это как правило и не касается когда вы предъявляете вот это напишите обычная гпк просто предъявите обижите выдать справку вот и зачем пытаться идти в порядке кодекса административного суда производства знаешь вопрос в порядке гпк то он точно не откажет если напишут в порядке касс опять же это будет неправильно да с точки зрения вы пойдете с иском по месту нахождения этого помещения и то что я вам вот там вы записывали вот это вот определение Верховного суда вот там все прекрасно написано обжалуйте если вам откажут это все будет отменено все равно по существу будет рассмотрена какая вам разница как тут рассмотрена по кассе или по гпк ваш результат выдадут вам эту справку или нет в результате так если отказано в постановке на учет о старом списку заболеваний незаконно а незаконно спрашивается кем установлен то можно ли добиться постановки на учет если в новом списке заболевания нет если сейчас пойдете с уцистом то наверное нет но нет этого заболевания сейчас мы будем руководствовать тем нормативным актом которое сейчас опять же то что там постановка на учет в квартире на первом этаже сведения есть решение верховного суда прям по аналогичному она тоже пристроила и все было зарегистрировано суды принимали решение о том также смежное помещение куплено с соседом что порядок исправления ошибок сведений самим непосредством управления рост о нежилом помещением сведения на основании судебного решения внести можно понятное дело что государственной регистрации в данном случае управление у нас вносит сведения естественно внесет если вы получите такое суд решение но противоречивые на мой взгляд если все-таки у вас есть документ которые вам выдавали наши пипы то можно я не знаю что предоставлялась вторым собственником для регистрации похоже на ошибку есть порядок исправления ошибки самим государственным регистрациям вам с этим нужно как раз обратиться а если он откажет вот тогда это уже отказ можно обжаловать в порядке гражданской кодекс административного судопроизводства еще раз подчеркиваю если у вас в документе который подан на государственную регистрацию у вас как зарегистрировавший право следовательности на нежилое помещение 200 кв.м. с документами первичным этого учета все в порядке тогда это будет считаться ошибкой когда в ГКН внесены сведения не соответствующие того что в правоустанавливающих документах все коллеги мы перебрали по времени большое спасибо Игорь Владимирович спасибо 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 Спасибо.